Хочу показать наш мерч, электромузейную майку, в которой я сегодня буду записывать обзор. А вот те книжки, которые еще предстоит увидеть. Галерея Электромузей И в этом выпуске я вам предлагаю к обсуждению интернет-революцию Ричарда Барбука. В отличие от книги, которую мы рассматривали в предыдущем выпуске, а именно от Мамберта к машине Николая Тарабукина, здесь собрано несколько эссе, а предисловие к ним написано не другим философам, а самолично авторам. Как раз о нем давайте немного и поговорим. Ричард Барбук является нашим современником и даже бывал в России со своими лекциями. Он доктор политических наук, но по жизни занимался не только политикой. Например, в 1980-х годах он был задействован в сфере радиовещаний, помогал создать многоязычную радиостанцию «Спектрум» в Лондоне и писал об этом статьи. Потом тема радио и в целом СМИ его очень увлекла, и он посвятил себя изучению медиа. Впоследствии стал первым руководителем курса магистратуры по изучению гипермедии в Восфинстерском колледже. А в 2007 году перешел в школу социальных наук и опубликовал исследования о политической и идеологической роли пророчеств искусственного интеллекта и воображаемого будущего информационного общества. А относительно недавно, в 2017 году, Барбук начал сотрудничать с Лейбористской партией по вопросам цифровой демократии и игр. На всякий случай поясним, что Лейбористы – это одна из ведущих оппозиционных партий в Великобритании. Эти факты его биографии важно знать для того, чтобы понять написанные им эссе, в частности, те, о которых мы сегодня поговорим. В этой книге опубликованы два эссе 1990-х годов – это «Калифорнийская идеология» и «Киберкоммунизм». В дополнение, как мы сказали уже, дано предисловие, написанное в 2014 году и называющиеся «Сама Минерва вылетает в сумерки». В нем Барбук рефлексирует свое же сочинение 20-летней давности. В общем и целом, в книге, вынесенной в заглавие интернет, рассматривается в ретроспективе. А свое рассуждение Барбук строит, говоря словами маршала Макклюина, по принципу «умеренно безумного интеллектуального зонда». Если выразиться в полуроще, Барбук исследует новые медиа и социологию цифрового мира и занимается, говоря словами самого автора, интеллектуальной археологией и историей будущего. Он показывает, как идеи постиндустриального общества, всемирной деревни и всемогущества высоких технологий возникли в ответ на идейный вызов советского коммунизма. Чтобы не быть голословной и ориентироваться в тексте, приведу цитату. Единственная в истории человечества работающая модель коммунизма была создана на пике холодной войны и на деньги американских военных. Это интернет. Рассуждения о режимах и идеологиях США и СССР, надо сказать, занимают львиную долю данной книги и являются особенно важными для понимания сэк-киберкоммунизм, название которого уже говорит само с себя. В нем Барбук проводит парадоксальную параллель между развитием цифрового общества и бизнеса в интернете, с одной стороны, и сталинскими догмами построения социализма, с другой. И, надо сказать, рассуждение автора кажется сначала достаточно парадоксальным, ведь советский коммунизм местами меняется с американским капитализмом. Опять же таки, приведем цитату из текста. Еще в 1920-е и 1930-е социал-демократы и коммунисты рабочих советов доказывали, что большевистский режим создает в России тоталитарную версию американского автозавода – госкапитализм. А в США ведется плановое социалистическое хозяйство в приватизированной форме. Но в итоге Барбук объясняет проведенный им же парадокс путем отказа от привычного противопоставления двух держав и приходит к классическому понятию коммунизма. До захвата власти большевиками в 1917 году европейские социал-демократы рассматривали коммунизм как свободное будущее человечества, которое наступит после капитализма. Как подчеркивал Маркс, новое общество можно создать лишь после того, как все возможности старой системы исчерпаны. И этим самым новым обществом, как утверждает Барбук, и должно стать сетевое общество, базирующееся на интернете. Согласитесь, может показаться, что Барбук излишне глубоко копает. Ну, вроде как, зачем нужны эти рассуждения о коммунизме и капитализме, когда мы вообще-то говорим об интернете, который, как сначала кажется, не имеет никакого отношения к политическим режимам. Но, на самом деле, при внимательном прочтении, ответ виден сам собой между строками, иногда и непосредственно в них. Барбук говорит о неразрывной связи между режимом и социумом, который этим режимом определяется. А появление интернета в данной ситуации, в данном контексте, стало некогда импульсом к кардинальным изменениям в общественной жизни. Читаем. Сдвиг в производстве культурной продукции контенту, создаваемому пользователям, предстал предвестником более глубоких социальных преобразований, следующей стадии человеческой цивилизации, высокотехнологической экономики дарения. Здесь не могу не вспомнить проект, который был экспонирован на выставке «Бешеные деньги» в электромузее с октября по декабрь 2018 года. Он представлял собой фото документации цепочки бартеров, которую осуществил Кайл Макдональд в 2005 году. Канадец тогда обменял обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный особняк, который заехал уже в августе 2006 года. А началось все с простого интернет-объявления об обмене канцелярской скрепки. Я считаю эту историю замечательной иллюстрацией того, что Барбок называет «высокотехнологической экономикой дарения». В общем, Барбок утверждает утопическую идею о том, что, используя технологии и собственный интернет, мы можем создать подлинно человеческую цивилизацию. Сегодня, обладая несравнимо более мощными программными и аппаратными средствами, мы можем преобразовать их в теоретические построения, в живую реальность. Реформируя сеть, сеть с большой буквы, в наших собственных интересах, мы можем заменить и авторитарную госмашину, и олигархический рынок массовой многопользовательской партисипативной демократии. Но на пути к ней придется преодолеть некоторые негативные моменты, которые также отмечает и сам Барбок, и которые неразрывно связаны с интернетом и, по сути, являются обратной стороной медали. В частности, автор приводит пример в качестве глобального шпионажа за личными коммуникациями. Кстати говоря, в нашей галерее также показывается инсталляция на эту тему, и даже была отдельная выставка, посвященная ей, называлась она «Спай-Диайвай. Шпион-самоучка». Художники, принявшие в ней участие, исследовали в своих работах манипуляции в информационном пространстве и развитие современных технологий, которые способны поставить общество под тотальный контроль. Такие эксперименты, надо сказать, уже вполне успешно проводятся в Китае. Там введена система социального рейтинга, вычисляется он по активности или бездействию граждан в социальных сетях. Кстати говоря, отталкиваясь от этой же китайской практики, Полина Егорушкина создала интерактивную инсталляцию «А ты был хорошим мальчиком», которую представила уже на другой выставке «Открытый музей-2019». Или, например, другой автор Медина Базар-Гали на выставке «Обученные машины», которая была совсем недавно, в конце 2019 года, показала тоже интерактивную инсталляцию, которая называлась «В рамках закона», и которая побуждала зрителя рассуждать на тему тотального контроля государства с помощью интернета и технологий. В заключении скажем, что эссе Ричарда Барбука, собранное в книге «Интернет-революция», позволяет нам лучше узнать современные реалии сетевого общества, в котором мы, собственно, и живем. А зная их, мы можем постичь многие произведения медийного искусства, которые являются фиксацией нашего времени и процессов, которые в нем происходят. Это, кстати говоря, отсылка к тезису Бориса Гройса, который мы объясняли в предыдущем видео. Если вы его не смотрели, то советуем перейти в плейлист и познакомиться с этой видеолекцией. Ну, а ссылки на те выставки, названия которых я озвучила, будут даны в описании. Продолжение следует...